Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается «Дневной разворот» 12.06 в Кирове, а по-прежнему Светлана Занько, Владимир Сметанин в студии. Добрый день, еще раз здравствуйте. Ну что, переходим от дел дорожных к делам журналистки. Ну не совсем журналистки, я бы сказала. Я думаю, что не только внутренняя кухня. Это касается абсолютно всех, потому что тема сегодняшней лекции в политехническом, это тема, которая будет освещать информационные войны. Эта тема волнует не только журналистов. У нас огромное количество в городе блогеров. У нас огромное количество общественных деятелей в городе. И вообще неравнодушных граждан, я думаю. Тем более, что тему эта будет освещать человек, к мнению которого прислушиваются многие. Кипрос Можейко, журналист-международник, политолог, профессор Академии медиа и индустрии. Уже сейчас в студии. Здравствуйте, Кипрос. День добрый. Здравствуйте. Надо сказать, что на нашем сайте, эхакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте, есть опрос. Мы опрос такой сделали. В общем, я его сейчас озвучу, и все поймут, почему он такой. Ну, не самый сложный. Когда трудно ответить, как-то однозначно. Основным источником получения информации для меня являются федеральные каналы, телеканалы, информационные сайты в интернете, социальные сети, информационные радиостанции, пресса, друзья и знакомые. Заходите, голосуйте. эхакирова.ру и наша группа ВКонтакте. Мы посмотрим, какие будут итоги. Может быть, ты сейчас уже что-то скажешь, как голосуют. В общем-то, я смотрю на результаты в нашей группе ВКонтакте. Ожидаемо, наверное, было информационные сайты в интернете. 42%. Информационные сайты в интернете. Мне кажется, это показательно. Мы, думаю, что коснемся сегодня этой темы, откуда люди потребляют информацию и как ее следует перерабатывать. Может быть, почему так или иначе люди перерабатывают информацию. Но начать хотелось бы вот с чего. Вы уже не первый раз Кипрос в Кирове. Прошлой осенью на фестивале СМИ «Семь холмов» вы тоже здесь были, со своей лекцией как раз обращались к журналистам. Сейчас ситуация немножечко другая. И по лекции, и вообще ситуация в стране. Она так достаточно сильно изменилась. Скажите, вас пригласили вот с такой темой в связи с тем, что происходит в России? Или приезд был запланирован заранее? Пришлось ли в таком случае тему менять? Вы знаете, Светлана, тема была предложена мною во время недавнего телефонного разговора с деканом гуманитарного факультета Натальей Ивановной Поспеловой. Да, я планировал приехать в Вятгу, но не сейчас, а может быть, через некоторое время. Но так сложилась ситуация, что я улетаю в Казахстан, а я там часто бываю, практически там прописался и преподаю там в шести вузах Казахстана. Мне присвоили недавно почетного профессора в Алма-Ате. И вот я снова лечу в Алма-Ату. Так вот, я предложил Наталье Ивановне тему в свете нашего разговора об Украине, о событиях там, на Майдане. Давайте поговорим, может быть, о информационных войнах. И я, как журналист международный, который давно интересуюсь этой проблематикой, а интересуюсь примерно полвека, отслеживаю все подвижки на политической арене, и каждый раз про себя гадаю такой кроссворд, потому что я вижу, за какими-то действиями торчит какая-то рука, чьи-то уши. Я всегда люблю определять, откуда это, кому это выгодно, понимаете или нет. И через некоторое время я уже прихожу к выводу, что тут я не ошибся с анализом, с прогнозом. Именно так все и получилось. Что касается нынешней ситуации, которая складывается сейчас в наших отношениях с Украиной, тут не так все просто и так однозначно, как это может показаться. Но моя задача не читать монотонную лекцию аудитории в Кирове, которая по своему уровню интеллекта и подготовленности, я считаю, на очень высоком уровне. Даже по тем вопросам, которые мне задавали осенью, я почувствовал, что люди здесь продвинутые. А скорее вызвать дискуссию и самому быть модератором. Поэтому тема действительно, как вы правильно определили, волнует всех. И я думаю, что те, кто придут на сегодняшнее наше мероприятие, они сами смогут принять участие активное. Вы сказали, что за 50 лет различные ситуации уже могли оценивать и прогнозировать. Насколько для вас была прогнозируемая ситуация с Крымом? В общем-то, эту ситуацию я мог предвидеть, по крайней мере, еще давным-давно. Во-первых, с Крымом у меня связаны непосредственные интересы. Моя дочура в районе Коктабеля приобрела земельный участок, построила дом. И Крым я для себя открыл сам где-то года 4 назад. Я объездил в 82-м мира, никогда не был в Крыму. Вот жена сказала, давай съездим в Крым. И вот когда впервые съездил в Крым, я просто влюбился. Я понял, что на фоне тех пейзажей, которые открылись мне, я проехал по всему побережью. Вы знаете, и Турция отдыхает, Кемер, и Египет отдыхает, и многие другие отдыхают. Климат потрясающий. После этого мы ездили в Абхазию, но вот такой климат, который в Крыму, это просто потрясающе. Теперь вернемся к нашим баранам. К ситуации. Да, к ситуации. Я от вопроса вашего не ухожу. Так вот, в моих глазах человека, который присутствовал неоднократно на телефоруме, победили вместе в Севастополе, который неоднократно наблюдал, как жители Севастополя отмечают все праздники, вы знаете, с таким энтузиазмом, он мне напоминает еще вот эти советские годы. Советские годы, этот энтузиазм. Я понимал, что там все-таки российское преобладает, начиная с культуры, обычаев, над всем остальным. И что вопрос о передаче Крыма таким решением Никита Сергеевича в 54-м году, таким волонтаристским, это был вопрос чисто политический, что раньше или позже эта проблема всплывет. Но она, как видите, всплыла очень неожиданно после события на Майдане. И решена была вот таким путем. Поэтому, я думаю, что мы сегодня как раз и будем говорить об этом. О перспективах развития наших отношений с Украиной. Но я так понимаю, что присоединение Крыма с Россией это уже решенный вопрос. Но он решен между нашими вот этими двумя субъектами, между нашими странами, можно сказать, не странами, даже получается, между Крымом и Россией. Но с Украиной еще вовсе не решен этот вопрос. И с международной общественностью. Правда? Вы понимаете, какое дело? Я не буду повторять выступление президента Путина. Оно вам понравилось, кстати? Вы знаете, я никогда не даю однозначных оценок. Понравилось или не понравилось. Я как журналист всегда считаю, что журналист он никогда не должен приближаться к властным структурам. Меня неоднократно еще в свою эпоху пытались как-то мягко затягивать в орбиту окружение Черненко, Ельцина, Михаила Сергеевича, Горбачева. Но вы знаете, я всегда держал Семен Руссианин выйти на ту руке. А вы, кстати, были членом КПСС, да? В свое время? Вы мне задаете вопрос, который задавал мне консул посольства Соединенных Штатов Брюсселя, когда мне не выдали визу Соединенные Штаты на том основании, что я не ответил на этот вопрос. Я говорю, даже если я был бы членом КПСС, я не представляю никакую угрозу для американской демократии. Но это показалось им мало. И вот даже когда меня пригласил штаб Верховного Главнокомандования вооруженными силами НАТО посетить Соединенные Штаты, причем все военные объекты, базу ВМФ Норфолки, мыс Канаверал, Пентагон и так далее. И когда мне Москва дала добро на эту поездку, хотя у меня есть свой корреспондент, а я же европейский корреспондент, а в Штатах я до этого не был, хотя там живут мои родственники, мой двоюродный брат в Америке. Так вот, вы понимаете, когда мне не дали визу, я не отвечаю на этот вопрос, я понимаю, что этот вопрос является важным, может быть, для Америки. Но я не знаю, кем надо быть, чтобы не догадаться, что в то время, когда я работал корреспондентом, не член КПСС просто не мог быть корреспондентом. И вот, знаете, не хуже меня об этом. Только весь юмор в том, я не знаю, от кого мы скрывали, что партийная организация называлась тогда профсоюзной, а комсоморские собрания назывались собраниями физкультурников. Только и всего. Но сейчас я не состою в никакой партии и не собираюсь вступать. Я без партийной. Я себя прекрасно чувствую. Так вот, я не закончил мысль. Мысль заключается в следующем, что, вы знаете, не надо никогда приближаться к светилу, потому что закатывается светило, и вместе с ним ты чудила. Сейчас мы про журналистов хотели поговорить. Мы, естественно, читаем очень много различных статей, материалов в интернете, в том числе, все прекрасно знают, кто-то слушает «Эхо Москвы» точно знает, что происходит со СМИ в нашей стране, и истории с дождем, и с Ри, и с Лентой, и с другими. И понятно, что освобождается достаточно большое количество журналистов. И куда они пойдут? Мы тут читали с интересом вчера с Володей высказывание Алены Владимирской, это глава рекрутерского агентства «Профи». Она говорит, что, в общем, поле-то у нас такое, не то чтобы столько было мест сейчас, чтобы журналисты нашли себе мгновенно это место. и называют буквально две ниши, две-три ниши, куда могут пойти сейчас журналисты. Это касается и уже работающих, и вот какой-то перспективы молодых журналистов, которые будут завтра с вами встречаться, будущие. Она говорит, что вот есть пригосударственные вещи, пригосударственные СМИ, но там тоже не только чтобы там требовались все-все-все, а есть вариант собственное СМИ открыть, но оно должно быть какое-то нишевое такое СМИ для единиц. И есть еще несколько приятных очень вариантов пойти учиться, например, или в декрет. Вот такую перспективу рисует человек, который занимается рекрутингом. Как вы считаете, вот сейчас в нынешней ситуации и там в перспективе ближайших пяти, может быть, даже десяти лет журналисты, которые пускай давайте оставим в покое тех, кто уже работает, а кто придет к вам завтра, журналисты будущего. Где они будут себя находить, насколько сложно им будет это сделать? Однозначно сложно. Сегодня требования к журналистам резко возросли. Сегодня требуется журналист-универсал. В силу того, что мы живем в эпоху медийной революции, применение новейших айтишных технологий, журналист моей эпохи уже сегодня не вписывается в это новое русло. сегодня вот я сам телевизионщик, телевизионщик, в принципе, видя, что телевидение в общем-то проигрывает битву интернету по всем параметрам, хотя я прекрасно понимаю, что мы телевизионщики и дальше будем готовить контент, и интернет будет для нас просто платформа, но тем не менее, если не можешь победить, возглавь. Вот я и возглавил кафедру интернет и радиожурналистики. Понимаете? Я в свое время работал долгое время на МАИХе, поэтому я могу смело готовить репортажи для радио, спокойно работать в интернете и готовить телевизионные репортажи. И я считаю, что сегодня любой журналист, который придет работать в редакцию, вообще, он уже формируется, не обязательно даже на журфаке, он должен владеть навыками, по крайней мере, и телевизионщика, и радищика, и газетчика. Ты же не знаешь, как у тебя сложится судьба. А вдруг тебе предложат работать в интернет-издании? Ты должен быть готов. Ты должен владеть. А если ты еще международник, ты должен знать по крайней мере несколько языков. И вообще надо очень над собой работать. Я считаю, что уровень профессиональной журналистики у нас сильно упал. Давайте вспомним выступление Алексея Вулина на научной конференции журфаке. Вы помните, какое он требование выделил журналистам? Я нет. Что-то категоричное он тогда заявил. Он сказал очень категоричное, очень даже прямолинейное. Это вызвало большой скандал в Альма-Матер. Он заявил ни больше, ни меньше, что журналист, который формируется сегодня, он совершенно не приспособлен к современным требованиям, предъявляемым к СМИ. Журналист должен работать на дядю, который платит ему деньги. Вы понимаете, на дядю. И если вы думаете, что вы все эти умные, добрые, вечные, так и нет. Вы должны зарабатывать деньги сегодня. Вот какую задачу ставить журналистом перед журналистом Алексей Волин. Так вот, я еще не закончил ответ на прошлый вопрос, Светлана, я не хочу уйти от вашего вопроса. Мне выступление Путина, Владимира Владимировича, отвечая он четко, дословно, ясно, произвело впечатление очень человека уверенного в своей правоте. Выступление было подготовлено на высоком уровне. Прочитано с таким эмоциональным надрывом. В общем, выступление очень сильное, скажу так прямо. Насколько это убедит собеседников в Вашингтоне Барак Обама, трудно сказать. Судя по всему, не очень. Но на это, видимо, и не рассчитывали. Но то, что выступление Путина прозвучало и оставило такой резонанс среди населения страны такого, знаете, такого подъема, патриотизма, в этом нет никаких сомнений абсолютно. Говоря о том, куда пойдут журналисты, действующие молодые, я, конечно, имела в виду, что есть ощущение, что как интернет уже не становится свободной площадкой для СМИ, я имею в виду, так и другие радиостанции и газеты все так или иначе получают от своих акционеров, от своих владельцев некие указания вот от тех дядь, которые говорят, с одной стороны, деньги зарабатывают, с другой стороны, там, не шути с властью, особенно в нынешней ситуации. Так вот эти люди, которые завтра будут с вами встречаться, я надеюсь, молодые люди, у которых еще есть некая оторванность, некая бесшабашность, свобода мысли, надеюсь, желания, будут ли иметь сейчас почву для того, чтобы сформировать собственное мнение с собственными аргументами, способность проанализировать ситуацию, которая возникает в стране, или они будут подвержены такой массовой атаке, которую сейчас мы видим на федеральных каналах, неплохой, кстати говоря, может быть, действительно мы нащупали там идею национальную какую-то, потому что не пойдут ли они строим в единой там линии руководства? Вы знаете, очень хороший вопрос, и очень щепетильный вопрос, и очень прямой вопрос, на который я всегда отвечаю, что журналист никогда, во-первых, не должен сам входить во власть, как это имело место в эпоху программы «Взгляд», когда трое ребят стали депутатами Госдумы, и трое из аргументов, фактов тоже вошли в Госдуму. Понимаете, это во-первых, первое. Второе. Журналист должен всегда находиться в оппозиции к власти, я имею в виду конструктивную оппозицию к власти. Это должен быть действительно лающий собак, если я так позволю себе такое сравнение. Это человек, который должен всегда, вовремя подсказывать власти, указывать на ошибки. И вот вам наглядный пример. Позвонил мой друг, руководитель союза журналистов Новосибирской области, Андрей. И вот губернатор, бывший уже, бывший, Юрченко, выселил дом журналистов, можно сказать, на улицу, чисто по-изуитски, даже не дав, простите, собрать шмоток, только за то, что Андрей Щелноков позволил себе критику в адрес губернатора Новосибирской области и вскрыл эти делишки коррупционные нашей власти. И с ним, можно сказать, расправились. Я, естественно, как его коллега, не мог не поддержать товарища и выступил с комментарием, мой комментарий там на сайте, где я дал четкую оценку действиям властей. Мы сегодня живем во время, когда общество должно, особенно, в свете экономического кризиса, в свете ситуации в стране, должно быть мобилизовано и без журналистов, без правды, которая сегодня отсутствует, к сожалению, потому что слово наше повторяло действенность. Вы обратите внимание, экономики нас учат политики, морали, очень сомнительные репутации теледивы, а бороться за свободу призывают лондонские сидельцы, понимаете или нет. вся наша журналистика в этом, она ненормальная журналистика, она совсем не соответствует жизненным требованиям, но я, в отличие от моих коллег, которые сегодня только разве что лениво не пинают зомбоящих, всегда стараюсь своим студентам, москвичам, всегда подметить позитивные процессы журналистики, которые тоже имеют место, например. в том числе на телевидении. Конечно, я, например, считаю, что 224 сегодня, Светлана, вы можете со мной поспорить, я считаю, она уже обошла СНН на повороте. Я не спорю. И по линии, и по графике, и по контенту, и по мастерству корреспондентов, и по аналитике, или, например, Russia Today. Когда мы могли мечтать, что наш рупор пропаганды проникнет в западное полушарие, так мы видим сегодня, что Маргарита Симоньян, который двух мужиков стоит. Двух мужиков стоит, по меньшей мере. Или одной Виктория Нуланд, это примерно одинаковый уровень, что Нуланд, что Симоньян. Так она сегодня своим рейтингом в штатах она в 13 раз превышает объем вещания Дольче Велле. Вы понимаете, американцы смотрят уже Russia Today, в котором Russia Today позволяет, конечно, естественно, руками американских журналистов, работающих на Russia Today, критиковать президента Обаму, администрацию, так сказать, голос правды расистского дошел до американского обывателя. Когда-то было. Но видите, что такое интернет сегодня? Это действительно правда? Это правда. Это правда. Это правда. Но только об этом я узнал почему-то не из нашей прессы, а из литовской. Всего того, что я знаю литовский язык, я перевожу часто очень интересные материалы. И вот я сегодня тоже буду приводить материалы из литовской прессы. Потому что у меня два родных языка. литовские русские. Я читаю литовскую прессу, анализирую, потом перевожу на русский. Использую в своих лекциях. А вот поскольку вы читаете литовскую прессу и вообще Прибалтику, естественно, хорошо знаете, возвращаясь к событиям, связанным с Крымом, оценка какая-то от ваших друзей, знакомых, родственников? Я бы сказал, Юрчика, это сняли все-таки. Отправили в отставку. Мой прогноз в скисбылся. А мы ссори, продолжаем дальше. Про оценку жителей стран Прибалтики событий, которые происходят, произошли уже теперь. Так-то Прибалтийский голос как-то не транслируется у нас. Да, маловато. Или мы не слышим его? Вы имеете, что не транслируется? Меня интересует... Оценка происходящего в странах, в ближнем зарубежье. Произошедшие события между Россией, Крымом и Украиной, а в странах Прибалтики. Как транслируется? Как транслируется. Как люди реагируют? О, однозначно. 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 Ну, в силу того, что все телевизионные каналы... А я, кстати, еще недавно, где-то в 2002 году работал в Вильнюсе. Я сам возглавлял в медиахолдинг крупного концерна Хэма Групп. У меня подчинение было национальной газете Вести Литвы, две радиостанции, телеканал Балтийский. Не тот Балтийский, из Москвы, который вещает, но местный Балтийский канал. Могу дать совершенно объективную оценку местной прессе. Так вот, местная пресса, которая находится под контролем и западного капитала, с одной стороны, и таких патриотических организаций такого толка. Вы знаете, они Россию воспринимают сейчас через одну призму. Исключительно хардкора. Негативно. Так они освещали Сочинскую Олимпиаду, где все было около спортивной, около Олимпийской на первом месте, начиная от сломанных дверей, туалета. Сдвоенных. Да, кончая до радости по поводу нераскрывшегося Пятого кольца Олимпийского и так далее. До, естественно, однозначных оценок по поводу воссоединения Крыма с Россией. Наивно было ожидать что-либо от литовских, эстонских, латвийских СМИ хотя бы нейтральной реакции. Было бы наивно. Понимаете? Нет. Поэтому я на это смотрю всегда, делю надвое, читаю, черпаю информацию, анализирую, ибо знаю прекрасно, кто, что за этим стоит. Понимаете? Вы лично какие источники информации предпочитаете? Не понял? Какие лично источники информации предпочитаете вы? Я? Да. Эхо Москвы, естественно. Спасибо. Я не выключаю эхо Москвы. Я не выключаю эхо Москвы. Я этих всех ребят знаю по голосам. Начиная от Виталия Дымарского, с которым мы в Париже когда-то неоднократно общались. Потому что я в Брюсселе работал, в Париже. Кончая Сергеем Буркманом, Алексеем Диктовым, Ольгой Бельчковой, Татьяной Ильямзиной и многие другие. Я очень люблю команду. Это высокопрофессиональная команда. Я не могу сказать, что я разделяю все оценки эхо Москвы, но то, что это абсолютно лучшее радио на сегодняшний день в Российской Федерации, это сто пудов, как говорит моя внучка. Это первое. Но это не просто я вам хочу польстить, комплимент сделать. Это мне просто большая честь, что я нахожусь на радиостанции эхо Москвы. Я сам слушаю. Если я хочу знать, что происходит в мире, я всегда слушаю эхо Москвы. Во-первых, у вас очень хорошая мерстка. Во-вторых, у вас обилие очень интересных рубрик. Во-вторых, у вас работают такие профессионалы, как Александра Пикуленко. Я не знаю второго, которому не мог столько рассказать о автомобилях. Я сам автомобилист. Понимаете? Я однажды решил, простите, проверить на вшивость ваш прямой эфир. И взял, позвонил из автомобиля редакцию эхо Москвы, когда шел разговор о московских пробках. И как вы думаете, немедленно, в течение секунды я услышал свой голос в радиоприемнике и Сергея Бунтмана. И когда я представился, кто? Он говорит, кто? Я говорю, Кипрос. Я вижу, на том конце как-то он так, как притих. Но я ему не сказал фамилии. Ну, малый Кипрос там, да. Но, по крайней мере, я являюсь слушателем эхо Москвы. И, честно скажу вам, мне нравится то, что эхо Москвы работает сегодня на уровне самых современных требований. Вы становитесь, по сути, микротелевидением. Вы уже стали микротелевидением. Я оценил ваш эксперимент, когда вы отправили журналистку в Пушкинский музей, надев ей здесь на шапочку видеокамеры, и она могла поддерживать контакт с радиослушателями и вести прекрасный репортаж. Вот, вот путь современной журналистики. Вот кто сегодня задает тон всем переменам. Вы положительно оцениваете эту модернизацию? Да не то слово. Я вообще эхо Москвы своим студентам в качестве образца привожу. Спасибо, конечно, извините, что я прерываю вас. Я могу еще говорить полчаса только об эхо Москве. Есть пара вариантов, еще пара каких-то источников, которые непременно вы каждый день просматриваете? Конечно есть. Какие? Ну, естественно, естественно, интернет. Я, вы знаете, я в последнее время телевидение очень редко смотрю. Разве что, разве что, иногда блоки новостей, разве что, особенно вот в связи с последних событий. Хотя, если честно говоря, там оценки мало чем отличаются. Вот. И, естественно, смотрю аналитические передачи. Ну, мне, например, импонирует Владимир Рудольфович. Соловьев. Я считаю, что действительно и с филу своей биографии творческой, и с филу своего таланта, мастерства, он действительно ведущий экстраклассно. Мне нравится Гордон. Вот. Я так говорю, мои личные такие, понимаешь? Вот. Еще несколько человек. Вообще, я должен сказать, что сегодня уровень наших корреспондентов, среди которых задают тон именно представительности прекрасного пола, чего не было в мое время, там, Жанна Агалакова, Попова и многие другие. Вы понимаете, это отрадно. Вот раньше был сильный пол, слабый пол. Какой сегодня слабый пол, когда на Олимпийских играх выходит на помост дама, в таком, знаете, в прическе образцовой домохозяйка и вырывает штангу 120 килограмм. или через плечо кидает на татаме. Какой-то слабый пол. В общем, женщины правят миром. Хотелось бы уточнить, все-таки, интернет один из основных источников информации для вас, собственно, конкретные ресурсы, потому что тут много преобразований произошло в последнее время. Володя, у нас буквально минуту у коллеги. И по прежней лентеру мы скучаем. Вы знаете, я тоже скучаю. Вы знаете, я тоже скучаю. И честно скажу, я отношусь без энтузиазма на закрытие, например, телевизионного канала «Дождь». Я отношусь без энтузиазма на лентеру и так далее. Даже если делаются какие-то ошибки, принимать такие драстические меры в отношении средств массовой информации это очень недальновидно. Это очень недальновидно. На мой взгляд. Ну и последний. Ваш прогноз, эти меры будут распространяться и на другие СМИ или где-то остановятся? Вы знаете, я думаю, что такого широкого распространения они едва ли сейчас получат, потому что сейчас у многих журналистов есть самоцензура. Кроме кодекса профессиональной этики российского журналистов существует самоцензура. Вот когда я выезжал работать в Брюссель, я не читал этого кодекса. Но почему-то я ни одного нарушения за 13 лет не совершил. Понимаете? Поэтому я думаю, что каждый журналист 10 раз подумает, прежде чем что-то написать. Особенно теперь. Особенно теперь, да. Спасибо. Это Кипрос Можейко, журналист, международник, политолог, профессор Академии медиаиндустрии. Всех ждем сегодня на лекции в политехническом. Ход свободный? Во сколько? Ожидается дискуссия. 18 часов. 18 часов. Спасибо, Кипрос. Спасибо, большую удачу. Спасибо. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа Дневной разворот выходит при поддержке компании Система Глобус. Да, человек с удивительным жизненным журналистским опытом только что побывал у нас в гостях Кипрос Можейко. 8 марта, кстати, ему исполнилось 70 лет. Вот, к сожалению, не поздравили с юбилеем, но я думаю, что... Я думаю, что Кипрос нас простит, не расстроится. Вот Кипросу нужно поспать. Он уходил, говорил, что не спал всю ночь, ехал там в поезде. Надеюсь, что это получится, удастся и вечером Кипрос Можейко снова будет с нами и будет говорить на тему информационных войн. Удивительная биография у человека, ну, ты тоже читала, да, о его заслугах, как он побывал в 70 странах мира, где он только репортажи не делал и забирался в шахту на угольную на глубину 3000 метров, где температура воздуха плюс 55. Он рассказывал о том, как он делал эти репортажи всю ночь утром садился в машину, за руль, несся, если он находился в другой стране, несся в аэропорт вместе с пилотами, в то время Советского Союза передавал эти материалы им, чтобы они доставили их в Москву. Ну, безумная, насыщенная жизнь. Нам бы хорошую, конечно, рекламу сделал Кипрос. Молодец. Но хотелось бы мне узнать, что все-таки думают наши слушатели и какой вариант ответа выбрали в нашем голосовании. Задавали мы вопрос по поводу того, какими источниками информации вы пользуетесь и главным источником, основным источником, что для вас является федеральные телеканалы, информационные сайты в интернете, соцсети, информационные радиостанции, пресса или друзья и знакомые. что лидирует? Так, что-то у меня с интернетом сейчас происходит. Не можем сказать, что сейчас лидирует. Попросту он не грузит страниц. Интернет? А, вот, загрузила. Давайте подводить итоги. Итак, основным источником получения информации для меня являются, по-прежнему, лидируют варианты ответа информационные сайты в интернете. Это ВКонтакте такое? Да, это ВКонтакте, 42%, а вот на сайте у меня почему-то не загружается. Давайте поэтому ВКонтакте. На втором месте социальные сети, 33%. Так вот, ты же ВКонтакте, конечно, интернет, социальные сети. Небольшой совершенно разрыв. Федеральные каналы заняли у нас почетное третье место, почти 20%. Ну, кстати, вот показательно. А вот друзей и знакомых и прессу, традиционную бумажную прессу наши проголосовавшие обидели. Никто. Ну, вот смотри, Кипров тоже не сказал, что он прессу читает. Не знаю, может быть, забыл, или в интернете читает. Все, а значит, заканчиваясь этим темам, и мы переходим к нашей пятничной счастливой рубрике. Нам с Володей она очень нравится, потому что мы оба родители, и как-то в это погружаешься все дальше и глубже. И надеюсь, что сейчас такие же счастливые родители, как мы, будут с нами в нашем конкурсе «Родители-дети». «Родители-дети». Паравод у меня, вот ассоциация с параводчиком. Значит, в чем заключается у нас конкурс? Остается у нас не так много времени, 6 минут. За 6 минут у вас есть возможность, уважаемые родители, выиграть сертификат почти на 2500 рублей. Подарочный сертификат в Центр семейного отдыха «Подковка». Центр семейного отдыха «Подковка» приглашает детей и родителей для интересного пребывания в игровой атмосфере. Вы можете отпраздновать там дни рождения, именину, устроить тематические праздники для детей. Я дам эту информацию более развернутой чуть попозже, пока мы будем принимать ваши звонки, потому что сначала нужно дать задание, чтобы получить вот этот сертификат. Вы его можете забрать у нас здесь, на Московской 40, в нашей редакции. Вам необходимо будет внимательно послушать стихотворение, которое мы с Володей зачитаем. Часть стихотворения. И продолжить. Продолжить точно. Сегодня будет стихотворение Самуила Маршака «Вот какой рассеянный». Начинай, Володь. Да. Итак, «Вот какой рассеянный». Жил человек рассеянный на улице бассейной. Сел он утром на кровать, стал рубашку надевать. В рукава просунул руки, оказалось, это брюки. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. И дальше нужно продолжить. И ещё шесть строчек буквально. Ещё шесть строчек. Ещё шесть строчек. Самуил Маршак, вот какой рассеянный. После слов, вот какой рассеянный с улицы бассейна, и нужно продолжить. Это буквально там следующее шестистишее. 708-502. 708-502, номер телефона прямого эфира. А я сейчас, пока вы дозваниваетесь, скажу, что еще вас ждет в центре семейного отдыха Подковка. Предлагаются услуги аниматоров, фото и видеосъемки, артистов кукольного театра, шоу-мыльные пузыри, к вашим услугам банкетный зал, две игровые комнаты с батутом, мягким бассейном, шарами, качелями, горкой для самых маленьких, мягкими модулями, музыкой, аудио-видеосказками. Все это дело работает с 10 утра до 18 часов вечера ежедневно. А проведение праздников может быть продлено до 21 часа. Кстати говоря, у центра семейного отдыха Подковка есть группа ВКонтакте, можно зайти туда, посмотреть фотографии. Сам же центр располагается на улице Красина, 5, корпус 5, телефон 54-22-84. Ну что, мы ждем по-прежнему вашего звонка 708-502. Процитируйте, пожалуйста, следующие шесть строчек стихотворения Самуила Яковлевича Муршака. Сейчас я почитаю. Вот какой рассеянный. Мы в прошлый раз уже договорились о том, что не обязательно на память все это, да, можно посмотреть. Конечно, есть же гаджеты. Главное, что вас это заинтересовало. Я не расстроюсь, ты знаешь, если кто-то не выиграет сегодня. Потому что если я сейчас, слушатели, зачитаю продолжение стихотворения, то сертификат по определению мой. Раз ты разрешил гаджетами пользоваться. Вот я компьютером воспользовалась. Хотя, ты знаешь, вот какой рассеянный. Мы читаем с дочкой достаточно часто и часто применяем разные там обороты и примеры из этого стихотворения в жизни. Итак. Я еще раз, да, зачитаю. Жил человек рассеянный на улице бассейной. Сел он утром на кровать, стал рубашку надевать, в рукава просунул руки. Оказалось, это брюки. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Вам нужно набрать номер 708-502, позвонить в нашу студию и продолжить следующие шесть строчек. Могу подсказать, что там речь дальше пойдет про пальто, про гамаши. Про гамаши. Ой, простите, безграмотные, что я здесь делаю. Нет, я тебе хочу сказать вот, что когда я жила в Казахстане, я не знала, что такое ритузы, потому что мы все носили гамаши. Когда я приехала в Киров, никто здесь не знал, что такое гамаши, потому что все носили ритузы. Это примерно одно и то же. А, кстати, как правильно, калоши или галоши? Так и так. Ну, вообще, галоши пишут. Ждем вашего звонка по-прежнему. Авторы старые. Я хочу вот что сказать, пока у нас есть еще три минуты про Самуила Яковлевича Маршака. На самом деле, очень интересная его ситуация, как он работал с детьми. Я уверена, что наверняка очень многие не знают, что трагические события гражданской войны подвинули Маршака на работу с детьми из детских домов и колоний. Тогда очень много появилось беспризорных детей, и советская власть, она призывала людей, которые имеют опыт работы с детьми, а людей культуры, на то, чтобы с беспризорниками они работали. Поэтому предложили Самуилу Маршаку с ними поработать. И в 2020 году при соединении зав. отдела народного образования Алексинского, он вместе с другими творческими людьми организует детский театр. Вот Самуил Маршак организовал детский театр, наверное, первый в стране. Дальше он разросся этот театр в детский городок со своей школой, детским садом, библиотекой, мастерскими, кружками, где дети могли вернуться снова в полную, в полноценную социальную жизнь. Для театра он писал пьесы. Сначала для постановок перерабатывал сказки известных писателей. Потом оригинальный репертуар стал создавать. У нас есть звонок, да? Так получается, Самуил Яковлевич, это то, что сейчас активно развивается, общественная деятельность, гражданское общество. Ну что, давайте поприветствуем. У нас есть звонок, алло. Надевать он стал пальто, говорят, ему не то. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Надевать он стал гамаши, говорят, ему не ваши. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Правильно, молодцы. Поздравляем. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Как вас зовут? Ой, я просто помогла молодежи это вспомнить и узнать. Мне ничего не надо, спасибо. Я уже 60-летняя тетя. А как вас зовут? Любовь Михайловна. Любовь Михайловна, может быть, у вас есть знакомые, друзья, кому понадобится этот сертификат? Дети, внуки, соседи? Ой, соображаю, но не знаю. В любом случае, не кларите, пожалуйста, трубку. С вами пообщается наш редактор Анна, которая вам объяснит все-таки, что мы сделаем. Вы сможете подарить этот сертификат своим знакомым. Не кларите, пожалуйста, трубку, да. Потому что вы настоящий подвиг совершили у нас все-таки. Буквально за несколько секунд до окончания нашего конкурса все-таки все правильно сделали. Ну что, завершаем конкурс? Да. Так. Влад. Ну все, атмосфера праздника все-таки у нас обозначилась. Спался, можно сказать. Прощаемся. Дневной разворот. Светлана Занькова, Владимир Сметанин. До понедельника. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok